Я не понимаю, ну чего? Сидим, сидим. Ну и вообще, как плохи. Надо что-то делать, надо делать что-то. Не знаю, ехать к ней. Ну что ты мечешься, как блохом чулке? На что интернет спрашивается, а? Ну или отправить кого-нибудь адвокат. У меня есть хороший, недорогой, хороший. Сядь, пух, я кому говорю? Что сидим? Что сидим? Что ты приказываешь мне, а? Что ты приказываешь? Делать-то что, а, господи? Кошмар какой-то. Не гони волнуй, Витя, хватит. Игорь, что он сказал? Кто будет следующий? Кто будет следующий? До кого, до кого, а до тебя-то она непременно доберется. Ты ведь у нас личность-то известная. А тебе смешно, да? А вот мне нет. Бежать надо из этой Москвы, бежать, понял, да? Я не хочу быть следующим. Раньше надо было думать, когда Игорь предложил Светке эту стерву к себе на дачу пригласить, отдохнуть в дружеской компании. А ты, небось, хочешь сказать, что дальше всё вроде как само произошло? Случайно. Представь себе случайно. Случайно. Ой, да брось, пухлый. Все мы заранее знали, чем это закончится. И Светка, кстати, тоже знала, что мы в первый раз её подружек к себе на дачу затаскивали. Или, может, мы не понимали, что эта Ольга не шлюха и не девочка по вызову, и что она без всякой задней мысли к нам приехала? Ты ей в глаза-то хоть раз посмотрел, а? Плачешься теперь. Дескать, шибко понравилась умная, стильная тётка. А дальше всё как-то само понеслось, само собой. Кстати, в стакан с колой эту дрянь свою медицинскую ты тоже случайно сыпанул? Что? Ты что хочешь сказать, а? Что я самый крайний в этой истории? Что это я во всём виноват, а вы нет? Ты что, забыл? Что это ты придумал с ней групповуху устроить, а? Умник хренов! Сядь. Хорошо, сяду. А ты что? Нейролептики всегда с собой таскаешь? На всякий пожарный, да? Да все мы хороши. Получили удовольствие. Теперь надо платить по счетам. Я уже заплатил. А вот Андрей, а? Он же тоже с нами был. Что с того, что он оказался трахать эту дрянь, а? А? Ты ж теперь, господин Симонов, вроде как соучастник. Да, я тоже соучастник. Потому что с самого начала был с вами. И мне идиоту вместо того, чтобы уйти гордо, надо было просто надавать вам по ушам, чтобы вы вовремя остановились. Андрей, не соучастник пухлый. Он свидетель. И, кстати, потенциальный свидетель обвинения. Слушай, ты! Расслабься, Андрюша. Тебя она тоже в покое не оставит. Ведь этот очаровательный палач в юбке пообещал устроить веселую жизнь всем нам. Без исключения. Да, господи, боже ж ты мой, а! Ну, почему ж мы, четыре здоровых лося, не можем справиться с одной психованной бабой? Ну, она же конченая психопатка. Я вам как врач утверждаю, и относиться к ней нужно именно как ненормальной. Она способна на все. На все! Я задницей своей чувствую. Что чувствует твоя задница, Витя? Меня совершенно не интересует. Что ты предлагаешь? Автокатастрофу ей устроить с летальным исходом. Да, я не знаю. Ну да! Почему нет? На, читай. Киллер. Что это? Копия заключения врача-гинеколога, который осматривал ее. Здесь черным по белому написано, что ее изнасиловали. Имя ее, фамилия, все данные, подпись врача и дата. Считайте, что это копия приговора всем нам. Так что никаких автокатастроф. Наемных убийц и прочей фигни не будет, пухлый. Откуда это у тебя? Сегодня у себя, на рабочем столе. В конверте обнаружил. Там еще записочка была. Что было в записке? Только три слова. Даже не думайте. Это она нас так предупредила. Значит так. Телефон и ее адрес я пробил. Где работает тоже. Сразу после того, что у Игоря случилось. Но это не важно. Все равно никому из нас к ней сейчас соваться нельзя, иначе она окончательно взбесится. А что делать нам, а? Надо предложить ей отступного. Деньги. Много, очень много. Подожди, подожди, подожди. Много это сколько? Это уже второй вопрос, пухлый. Главное сейчас это решить, как это сделать. Может через Светку? Нет, Светка это не вариант. Сань, ты что, действительно думаешь, что она остановится? Ты хоть понимаешь, что произошло? Я понимаю. Вы представить себе не можете, как я понимаю. Тихо, Игорюша. Успокойся. Все хорошо. Садись. 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 Я придумаю. Я обязательно придумаю, как нам выпутаться из этого дерьма, парни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.